Чем заняться человеку, когда, собственно, заняться уже и нечем? Речь не о молодежи, а о тех, кто вышел на пенсию. На работу ходить уже не обязательно, а свободного времени масса. Да и активности и задора не занимать. Хотела бы сказать о том, как развивается клубное движение, развивалось у нас на территории Артемовского городского округа. Вообще клубы по интересам для пожилых граждан – это очень важная, очень интересная форма работы с гражданами пожилого возраста, лучше сказать, старшего поколения. Это возможность людям общаться, проявить свои таланты, развить свои творческие способности, а в итоге продлить свое долголетие. Потому как общение и занятие творчеством, оно так или иначе дает дополнительную энергию человеку и заставляет его забывать о своих болезнях. В 2009 году мы начали организацию работы по созданию клубов по интересам. И первой ласточкой у нас был клуб 55+, он образовался осенью 2009 года. А потом, когда этот клуб увидели жителей города, то захотела и территория центра города, вернее территория станции, захотела, чтобы тоже на ее территории появился такой клуб по интересам. То, что клубы появились, конечно, это во многом плод, результат совместной работы, успешного сотрудничества с учреждениями культуры Артемовского городского округа. В частности, клуб 55 у нас сейчас создан и работает на базе ДК «Энергетик», а клуб «Не скучай» на базе ДК имени Попова. Кстати, оба клуба в начале октября приняли участие в окружном этапе фестиваля «Сердце тебе не хочется покоя», который проводился в Артемовском. И клуб «Не скучай», ставший финалистом, получил возможность представить восточный округ в Екатеринбурге. И вот немного о нем. Клуб «Не скучай» образовался у нас весной 2010 года, то есть мы совсем еще, в принципе, молодые, нам немножко больше года. И сразу тоже начал активную деятельность творческий коллектив ДК имени Попова. Там есть хорошие хореографы, вокалисты, преподаватели вокала, точнее, нужно сказать, и другие работники, работники по организации ручного труда. И эту работу всю в основном ведет и сотрудничество наше со Светланой Ильиной Налимовой, заведующей художественной постановочной частью ДК имени Попова. Ну и, конечно, директор ДК Юрий Геннадьевич Свалов никогда не остается в стороне от работы нашей совместной с ним по организации работы клуба «Не скучай». А сейчас уже хочу сказать вам о тех конкурсах и фестивалях, в которых приняли участие наши клубы по интересам. В прошлом году впервые прошел конкурс, фестиваль клубов по интересам Восточноуправленческого округа в городе Камышлове. И там у нас выступал, в то время был только у нас такой вот мощный клуб один, 55+, и мы, где возможность была только выступать в одной номинации, выступили в двух, и в обеих стали победителями. И поэтому в этом году базовый центр, комплексного центра социально-обслуживания населения города Камышлова решили провести вот такой фестиваль-конкурс окружной на базе Артемовского городского округа. Поэтому в этом году Артемовский принимал 10 территорий, 10 участников было, хотя 12 городов и районов входит, принимал 10 городов и районов в нашем ДК имени Попова в рамках окружного фестиваля «Сердце тебе не хочется покоя». Нужно сказать, что фестиваль показал возросший уровень подготовленности, творчества клубов по интересам различных территорий. Что стало результатом такого вот конкурса? По его итогам должны были быть два клуба от Восточного округа представлять Восточный округ на последнем финальном туре областного фестиваля. Ну и к нашей огромной радости по результатам голосования жюри представлять Артемовский, вернее Восточный управленческий округ был не только назван город Ирбит, его клуб долго лет, но и наш клуб «Не скучай». Буквально через несколько дней, 20 октября, члены клуба «Не скучай» в полной решимости отправились в Екатеринбург в театр эстрады на финальный тур фестиваля клубного движения. Где наш клуб «Не скучай» представил очень интересную программу «Воспоминания о детстве». Надо сказать, что, конечно, наши девочки, как мы и говорим, о девочке нашей возрасте от 55 лет и до 75, у нас и 75-летние на сцене, были в сценарии, которые мы представляли в Уральском театре эстрады. Конечно, очень волновались, но тем не менее выступление у нас было очень успешным. Очень хорошо принимал нас огромный зал театра эстрады, буквально с первых моментов выхода на сцену. Ну и в ходе выступления, неоднократно выступление наше прерывалось бурными аплодисментами, как говорится. Ну а итог стало такое успешное выступление, диплом победителя и очень-очень ценные подарки. Клуб «Не скучай» как победитель фестиваля получил телевизор Томпсон и видеокамеру. Нужно сказать, что над программой, которую мы представляли в театре эстрады, творчески работали, опять же, работники ДК имени Попова, повторю еще раз, имя Светланы Юрьевны Налимова, постановщик нашего интересного танца, который вот так интересно и воспринят был. В театре эстрады называется он «Кукольная витрина», Надежда Владимировна Голованова. С нами вместе в конкурсной программе выступал Александр Петрович Бондарев. Он пел, его знают уже многие в городе, и на фоне исполнения им песни «За женщин всех» мы еще тут танцевали. В общем, получилась очень такая целостная, интересная, яркая программа. Она была, к сожалению, короткой, так как нам давали времени на каждый город не более 7,5 минут. Мы время свое выдержали, но и выступили. Повторюсь, может не очень скромно говорить, но выступили мы очень хорошо. Кто из высших чинов присутствовал? Из высших чинов там были очень, конечно, высокие чины. Он был заместитель председателя, первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Александрович Власов. Он еще и министр социальной защиты. Это все идет под эгидой социальной защиты. Нас приветствовал Власов Владимир Александрович, повторюсь еще раз. А вручали высокие награды, не менее высокие, так сказать, представители власти Свердловской области. Был также Владимир Александрович Власов на сцене, председатель областной думы Чичунова и председатель палаты представителей Шеймарданов. Вот такие три высоких лица представителей государственной власти и законодательной власти Свердловской области. Каждый клуб, принявший участие в финале фестиваля, стал его дипломантом. А это очень высокая честь. У нас основной конкурс проходил на уровне округов. Восточного, западного, южного, северного, центрального. А здесь уже был фестиваль. То есть лучшие клубы представляли свои округово-правлические. Вспомнился выступление какого-то города? Вы знаете, что интересно, что раз мы занимаемся клубами по интересам, привлекая тех людей, которые никогда, может быть, и не занимались самодеятельностью, или, может, занимались когда-то давно, то мы сразу четко увидели те коллективы, которые, я вам скажу, не очень хорошо, но это будет справедливо, являлись какими-то подставными коллективами. Вот, к примеру, участвовал клуб «Долголет» из ДК, это завода Ирбитского, да? Мы узнали о том, что этот коллектив носит звание «Народный» на протяжении уже 17 лет. А мы работаем как клуб по интересам полтора года, и у них звание «Народное» – это очень высокое. То есть такие коллективы – это на уровне нашего Покровского хора народного, нашего ансамбля «Соснова Борочка», и с ними вместе состязался вот такой клуб, как наш «Не скучай». То есть там было много, мы сразу видели и по их костюмам, и по их подготовности, что это уже традиционно сложившееся, ну, чуть ли не профессиональное коллективо, народное. Это же очень высокое звание. Нам, конечно, ДК Попова в этом плане и костюмами помогли, там очень хорошие костюмеры Елены Анатольевны, предоставили нам костюмы. И так как они приняли участие, вот я лично очень благодарна, и весело благодарен ДК имени Попова и всем его сотрудникам. Несомненно, что участие в фестивале такого уровня требует подготовки. А сейчас у нас впереди очень много планов. Мы готовили совсем немного, вот если говорить по времени, то начали мы репетировать номера в июле, в конце июля, в подготовке сначала к районному смотру конкурсу, потом окружному. А вот эту программу, которую мы повезли в театре «Страду», мы вообще готовили в течение четырех дней. Мы немножко поменяли там, решили, чтобы номера не по отдельности, были отдельно песни, отдельно танец, а чтобы было что-то цельное, была единая композиция, и у нас это получилось. Поэтому она воспринималась вот так вот очень хорошо, легко и интересно. А сейчас мы уже работаем, у нас новые планы, у нас открытие нового творческого сезона. Вновь начались занятия хореографией. Мы проводим 3-го числа совместно с клубом «55 плюс осенний бал». У нас уже появилась традиция занятий совместных клубов «55 и не скучай». Ну и, я думаю, эти планы потом наши будут реализованы и тоже приведут к успеху. Продолжение следует...